Но на сегодняшний день, когда в программе того же Савика Шустра, извини меня, на 27 минут больше выступает оппозиция, чем выступает власть. Ну ладно, ну пусть оппозиция выступает больше, ей, наверное, так надо. Но когда выступает и говорит, что собирается идти бандеровским маршем на Донецк, ну я не понимаю, извини меня. Но это говорится с экрана телевидения на всю страну, ну я не могу это понять. Или это болезнь какая-то, или это там, ну я не могу, или это просто... Я вам предложу, это всего лишь политика. Политика? Звичайно. Вы знаете. Вы, украинские националисты, украинские патриоти, вы должны стать вотими героями, которые сегодня будут захищать вот эту землю, на которой мы стоим. Они взяли автомат на шею и пошли в кюрицы. Они готовились и боролися с москалями, боролися с немцами, боролися с жидвою и с другими нечистями, которая хотела забрати в нас нашу украинскую державу. И нужно отдать Украину, наконец, украинцам. Плакать уже на бридло? На бридло цениги, чую. На бридло будет толерастами. На бридло говорите про компромисс, примирение, про скільки захват разом? На бридло? О, вы знаете. Вrumи! Здравствуйте! Знайте, эта сессия была новая. Мне кажется, что мы еще не одну такую сессию проведемо. Тут, в Львове, проведем эту сессию в Киеве, и мне кажется, что будет новый день, когда мы эту сессию проведемо на улицах Донецка, и когда наша бандерийская армия пройдет Днепро, пройдет Донецк и выкуне эту синюшку банду с Украины. А мирно, так говорится, можно? Вот нежно разговаривать, без этих фраз, мы перейдем в Днепр, наша армия, мы банду, мы там это, вот без этих слов, можно? Можно, прошу, Слава, совершенно очень хорошо выразумеваете, что я, как националист Никола Витсливик, я сказал, одновляться не собираюсь. Это та бандеровская армия, которая в 41-м году вошла во Львове, устроила резню, вырезала всю интеллигенцию. Это та бандеровская армия, которая в 43-м году устроила Волинскую резню. Вечные наши проблемы только через то, что вот оно прийде, вот тут сяде и начнет тут взялкать, и результат, что мы сейчас будем иметь конфликт. Я бы вообще, честно говоря, с этим господином, который вот здесь сидит, постерегся народным депутатам сидеть рядом. А они мало того, что сидят, так еще и удовольствие находят сидеть рядом с ним. Если кто-то из вас Маричка, нет тут Маричка, правда? Но возможно, ваша товарища называется Маричка, то никогда не пишите Марички Машою. Потому что если она Маша, то эта форма не ваша. Нехай она едет туда, где эти Маши живут. Если раз он кто-то из Петрика обезвав Китию, это также не украинский хлопчик. Он мог бы известно собраться или научиться, как украинские мовы правильно называются. Вы Марийки, а не Маши. А если вы Маши, то это москальское имя, и забирайте себя в Россию. В любом случае это не москальское имя. Я буду проводить в жизни программу своего натхненника и учителя. Знаете кого? Степана Бандери. Виталий Макриянта в этой столице за 100-летие, дни народжения, вождя украинской нации Степана Бандери. Степан Бандера наш герой. Степан Бандера наш герой. Кто может быть, Украина? Украинцы. Кто может быть, Киев? Что? Кто может быть, Украина? Украинцы. По всем критериям. 71% считает, что Украина для украинцев это патриотизм. Так вот, Украина для украинцев в САВИК, согласен, это страшный лозунг. Я кто для вас, Украина или нет? Вы знаете, кто я. Я Евген Чарванен. Доброе. Это питание задавайте себе. Я на ваш психоаналитик. И не буду за вас вирішувати ваши проблемы, идентичности вашей. Поэтому, пожалуйста, сами вы же начнете с этим питанием. Фашисты вы. Моги не про те, чтобы Бандеревскими революционными методами наполнить сегодняшнюю украинскую державу украинским сместом. Чтобы эта держава была действительно наша. Эта держава была Бандеревская. Эта держава была Бандеревская. Эта держава была Бандеревская. Субтитры создавал DimaTorzok Ян Петрович, я вам кажу, це просто професія, це просто бізнес, це спосіб заробляти гроші. У них такий він. Вони заробляють на цих ідеях. Знаєте, коли люди не вміють, як Борис Калісніков казав, навіть собачі будки построюють, то вони пробують заробляти на чомусь такому, що інші собі руки будуть гадувати, обруднювати. Вони заробляють на цих хаслах радикальних, ультранаціоналістичних. І небезпека є в тому, що коли це слухають хлопці, які молоді, які не розуміють, що це всього лише бізнес і всього лише заробляння на ідеї. Візьміть лідерів цієї партії «Свобода», так? Це дуже багаті люди.